Первенство Алтайского края по спортивной гимнастике прежде всего это хорошая возможность посмотреть в глаза тем, чьи имена в ближайшем будущем появятся на первых строчках протоколов престижных всероссийских соревнований. Про международные старты пока не говорю, но это временно. Снарядов много и, само собой, у каждого гимнаста свои предпочтения. Однако нравится вам это или нет, настоящее мастерство предполагает универсальность. Мне больше нравится перекладина, конь и вольная, потому что на них очень много разных элементов и они иногда легенькие, иногда нет. То, что с легкостью проделывают как на соревнованиях, так и во время тренировок эти дети далеко не каждому взрослому под силу. Не каждый может, моя сестра вам не может ничего сделать. Победители первенства края, согласно положению, определяют по сумме многоборья. Скажу сразу, конкуренция во всех разрядах без исключения была весьма высокой. Тем не менее, чтобы чувствовать себя в таких условиях, подобно рыбе в воде, нужно не так уж и много. Хорошо тренироваться, заниматься до первого места и ходить каждый день на тренировки. Воспитанники школы Сергея Харахордина в особом представлении не нуждаются. Уровень подготовки традиционно высок, конкуренция их только раззадоривает, а медалей за год в общей копилке уже столько, что вряд ли кто-то по памяти сумеет точное количество назвать. Барнаульская школа, она всегда славилась очень хорошими спортсменами, хорошей подготовкой, хорошим тренерским составом. Конечно, с ними бороться очень сложно, но мы стараемся составить конкуренцию достойную и побороться за места в команде Алтайского края. Соревнования официальные, они предпоследние в этом году, заключительный будет турнир Харахордина в конце декабря. Именно на этих соревнованиях и на заключительных турнирах Харахордина формируется сборная команда на следующий, весь следующий год. В общей сложности за два дня мастерством в краевой столице блеснули порядка 180 гимнастов. Судьям работы хватало два потока у мальчиков и три у девочек. Помимо Барнаула за места на пьедестале боролись представители спортивных школ Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Прошли больные, конь и кольца. Еще остались опорные, брусья и перекладина. Самые массовые разряды традиционно с третьего по первый. Что касается кандидатов и мастеров спорта, они по традиции тоже в стороне не остались. Особенно волнительно для маленьких ребятишек, которые выступают первый, второй раз. Это для них очень волнительно. Ну а ребята поопытнее, мастера спорта, кандидаты, они как бы уже много раз выступали. Я думаю, что волнения у них поменьше. Неважно, сколько стартов у тебя за спиной соревнования, это всегда большая ответственность. Ошибку на тренировке можно исправить, на то она и тренировка. Но вот когда за каждым твоим движением пристально следят суровые судьи, права на ошибку просто нет. Старался. Тянул носки, колени. Ну где-то были сбавки. Оценка ошибок. 8 баллов. Как я уже сказал, спортсменам помимо медалей было за что бороться. Любые краевые соревнования – это прекрасная возможность попасть на заметку тренером сборной. Плюс, как всегда, отличный призовой фонд, который приготовила Федерация гимнастики Алтайского края. В этом плане мы всегда стараемся поощрить лучших, потому что работа очень интересная и в то же время у них очень сложная эта гимнастика. Вполне ожидаемо, у юношей все золотые медали достались воспитанникам школы Сергея Харахордина. И только у девушек одна медаль высшей пробы отправилась в БИИСК. По программе мастеров среди юниоров равных не было Евгении Терехиной. Абсолютной победительницей стала Дарья Ожегова. У юношей впервые этот титул завоевал Роман Зеленовский. Добавлю, что спортивная гимнастика на Алтае активно развивается, причем растет не только количество занимающихся, но и качество подготовки спортсменов. Сборная края по праву считается одной из сильнейших за Уралом.